Здравствуйте, меня зовут Татьяна Курлович, я приветствую вас на канале Процветок и сегодня мы поговорим об обрезке голубики высокорослой. Дело в том, что у этой культуры, как и у других кустарников, все время нарастают молодые побеги, а более старые они высыхают или заменяются новыми замещающими ветками. И если вот эту процедуру не проводить, то со временем куст просто вырастет очень высоким, уменьшится размер ягод, будет неудобно собирать с него ягоду. Ну и со временем кусты старятся, то есть много будет отмерзших сухих веток и тоже будет очень неудобно, они будут мешать. Вот здесь я хочу вам показать на данном кусте, как не надо делать обрезку. Главное в обрезке это сформировать именно скелетные ветки с хорошо развитыми молодыми плодоносящими побегами. Ну и надо вырезать в нижней части куста, ну примерно все, что такие короткие ветки, которые вот ниже колена. Для того, чтобы были ветки прореженные здесь в кусте, чтобы они хорошо продувались, проветривались и это способствует тому, что предотвращаются болезни, то есть куст меньше болеет голубики. А здесь вот обрезка проведена, вырезаны все ветки снизу, а именно вверху прореживание не проводилось. И вот благодаря тому, что голубики растут все время на побегах старых молодые замещающие ветки, вот они, вот они, вот. Куст очень густой сверху и много вот таких, вот смотрите, старых уже не усыхающих веток с побегами очень короткими, подсохшими и вот на них уже ягоды не будет. А если и будет, вот здесь есть цветковые почки, вот они видны. Так, ну побеги очень короткие и ягода здесь будет очень мелкая, а мы хотим все крупную вкусную красивую ягоду. Поэтому, чтобы получить именно такую вот куст, надо обрезать достаточно интенсивно. Вот в данном случае, смотрите, вот здесь у нас ветка. Так, снизу она вырезана хорошо, она уже старая, но у нее есть вот одна старая уже и пошла вторая, замещающая вот с молодыми, красивыми, такими ярко-красными, вернее, темно-бордовыми побегами, на которых как раз и будут цветковые почки, на них будет ягода. Для того, чтобы именно вот получить такую хорошую ягоду, мы вот эту старую ветку обрезаем. Так, смотрим дальше, вот еще одна такая же ветка, то есть мы вырезаем вот эту ветку до замещающей. Вот такой секатор не очень удобен. У нас есть для нарезки толстых побегов вот такой секатор с очень длинными ручками и им как раз очень легко обрезать такие ветви. Так, вот смотрите, здесь тоже у нас еще ветка. У нее даже несколько молодых замещающих и есть старые, то есть мы вот старую такую, вот она. Вот видите, с короткими мелкими такими побегами, хотя и с цветковыми почками, мы ее вырезаем. Так, вот здесь внутри куста такая же ветка, мы ее тоже вырезаем. Так, выбрасываем. Так, здесь нам мешает ветка тоже, вот она такая густая и у нее вот более молодая замещающая, то есть режем до замещающих. Так, вот на ветке, которую мы вырезали раньше внутри куста, вот смотрите, здесь остались молодые хорошие побеги. Вот на них такие короткие сантиметров по 7-10 веточки темно-бордовые и на конце каждой цветковые почки. Вот на такой ветке уже будет крупная хорошая ягода, в отличие вот от такой вот густой мелкой. Поэтому, когда вы будете обрезать свою голубику, то вырезайте вот именно все старые такие загущающие. И здесь вот видно, что ветки очень высоко и чтобы собрать эту ягоду, надо ее наклонить, потому что она уже, ну, примерно на метр выше меня. То есть, надо либо на стремянку становиться, либо на скамеечку какую, а это очень неудобно. Дальше, вот смотрите, здесь ветки две. Они трутся одна об одну, так. Поэтому здесь надо посмотреть, какая из них более слабая и вырезать слабую, а оставить другую на замещение. То есть, в данном случае у нас, вот здесь уже очень старая густая ветка, вот она с короткими побегами, вот она, вот. Поэтому мы ее просто возьмем и вырежем до основания. То есть, мы убираем ветви, которые трутся одна об одну, чтобы на ней не было ранений и повреждений на других ветках. И с другой стороны прорежем куст изнутри, тоже от старых сухих веток. То есть, вот нужно убрать все ветви, на которых именно вот такие вот короткие густые ветви, на которых уже ягода будет очень мелкой и, ну, некрасивой, не товарной. Вот такой основной принцип. Вот здесь я хочу показать, например, этих кустов, что будет, если вы не будете обрезать свою голубику. Вот смотрите, на побегах идут молодые такие крепкие замещающие ветки. Вот они видны, так, с цветковыми почками. Но они достаточно короткие и очень много получается вот таких уже даже усыхающих веток. То есть, они загущают куст. Молодые ветки получаются на верхних побегах. Вот они туда наверх все лезут. И фактически собрать эту ягоду невозможно, потому что мешают вот эти вот все старые заросшие. То есть, чтобы привести в порядок этот куст. Ну, а самый простой вариант – это срезать его на пень. Ну, естественно, можно и вырезать отдельные ветки. Ну, работать тут с таким кустом, наверное, целый день придется, потому что очень много веток таких вот толстых, загущающих. И это тяжелая работа. Хотя вот там видно внутри куста есть и такие более молодые. То есть, можно вот старые вот эти вырезать, а оставить вот такие молодые ветки. Вот они видны. Такой светло-коричневой древесиной. Так, крепкие, молодые, тонкие. Если оставить эти ветки, то куста молодится и начнет плодоносить хорошо, давать крупную хорошую ягоду. Ну, а если этого не сделать, он, конечно, не погибнет, но будет дальше загущаться. И здесь вот на этих побегах много цветковых почек, но они уже, не знаю, какого порядка ветвление тут считать, пятого или шестого или седьмого, они коротенькие, где-то полтора-два сантиметра. Ягода на таких побегах очень мелкая. Так, а сейчас я покажу, как обрезать, ну, нормальный уже куст такой, не заросший, не старый, не обрезанный, как не положено. Здесь вот, смотрите, видны ветки, которые ложатся на землю. Так, вот одна, вот вторая. Ягода на них будет вся в песке, невкусная, грязная. Поэтому вот такие ветки надо вырезать. Потом вот на такой ветке, так, вот она, пошла, видите, молодая, красивая, замещающая ветка. Так, поэтому мы вырезаем, с одной стороны, потому что она уже ложится на землю, а с другой, потому что на ней есть молодая замещающая с длинными побегами, с крупными цветковыми почками. Вот убираем такую, которая здесь мешает, вот, а эту оставляем. Еще в кустах оставляют 3-5 вот таких молодых крепких однолетних побегов для того, чтобы формировались скелетные оси. И вообще в кустах, ну, на промышленных плантациях не держат ветви старше 4-5 лет. Дома на участке можно держать и ветки и 5-6 лет. Там просто после шестилетнего возраста на ветках уже мельчает ягода. А до шестилетнего она еще такая нормальная, крупная и все. Ну, здесь вот в этом кусте тоже видно, вот внутри куста много таких вот загущающих веток изнутри куста. И тоже вот они есть такие наклоненные, стелющиеся. Хотя вот, смотрите, на них есть ветки с молодыми побегами и цветковыми почками. Мы ее уберем для того, чтобы дать питание вот такой ветки, более молодой. Выламываем вот такие сухие ростки. Так, здесь внутри куста, вот она даже, смотрите, на ней вроде бы и побеги неплохие, но их много там и они начинают загущать куст, теряться одна об одну, поэтому мы их тоже здесь вот удалим просто-напросто так. Вот несколько веток, вот они, сейчас достану. Вот видите, на них есть и цветковые почки, вот здесь вот так. Но это ветки уже в основном со старыми побегами, вот видно. А здесь на той, что мы обрезали, вот есть, смотрите, вот она пошла, молодая замещающая. Хотя здесь вот еще одна такая же старая, поэтому мы ее тоже уберем, вот режем, вот так. Вот видите, какая. На ней и цветковые почки есть, вот здесь видны, но ягода на них будет очень мелкая. А мы оставили вот такую молодую, с молодыми побегами. Ягод будет по количеству меньше, но за счет того, что они крупные и красивые, в сумме, вот если взвесить урожай, он будет примерно таким же, какие, если бы мы не обрезали. Здесь вот, смотрите, еще есть такая ветка. Она вроде, ну, тоже и с цветковыми почками, но она короткая. И она вот трется, вот другие оставленные нами ветки загущает куст, поэтому ее мы тоже убираем. То есть цель обрезки это максимально проредить куст, убрать все ветки, которые ложатся на землю, вот такие, например, как вот это, вырезать все мелкие загущающие куст внизу, то есть чтобы в результате остался куст с вот такими молодыми красивыми ветвями. Ну, на них они могут быть и разветвленными частично, или же частично прямыми. Вот, например, ну, разветвленные вот здесь рядом кустик. Вот смотрите, какая красивая ветка. Так, на ней побеги ветвления есть, вот на молодых. И на них на всех видны цветковые почки. То есть вырезаем все вот такие старые загущающие, оставляем молодые, такие ярко окрашенные, с цветковыми почками. И следим, чтобы вот внизу куст не был загущен ветками, не было пересекающихся, трущихся дно об дно таких вот, чтобы он не загущался внизу, да и здесь по максимуму. Потому что, если куст проветривается, лишняя влага высыхает, и это не дает возможности развиваться паразитическим грибам. Если этого не делать в таких густых кустах, там накапливается очень много инфекций. Что делать с молодыми кустами? Здесь основная задача сформировать костяк, то есть оставить скелетные ветви хорошие, благодаря которым куст будет нарастать, образовывать, так сказать, свой скелет, и на нем будут расти побеги, дающие ягоды. Вот здесь молодой кустик, его обрезка не проводилась. И здесь видно, что есть вот такие молодые короткие ветки. Вот они уже вверх расти не будут, цветковые почки на них есть, но они будут загущать куст. Снизу будут оттягивать на себя питание и не давать развиваться самому кустику. Поэтому мы берем секатор и вырезаем вот все такие молодые короткие вот эти ветви, чтобы они нам не мешали. Так, вот эту вырезаем. Обрезаем вот эту. Так, здесь срезаем. Вот так. Удаляем. Так, вот здесь верхушка подмерзла, а идет замещающая веточка. Вот так. Здесь обрежем. Вот так. Вот эту веточку еще. Смотрим. Вот так. Подлезть под нее. Вот эту вырезаем. Вот эту. Так, то есть мы в этом кусте оставили только такие молодые ветви, которые растут вертикально. Все, что загущало снизу, мы вырезали, дали возможность кустику проветриваться, чтобы ветки внизу были сухими постоянно, чтобы на них не развивалась инфекция. Вот основная цель обрезки молодых кустов. То есть оставляем скелетные ветви, вырезаем все, что его загущает. Вот. А в дальнейшем уже, когда будут нарастать из земли новые молодые вот такие ветви, вот в этом кустику две их, так, хороших. Ну, и третья чуть послабее. Обычно вот в более старых кустах вот таких веток бывает, ну, десяток и больше. Поэтому ежегодно оставляют 3-5, ну, 7 максимум вот таких веток. А дальше уже вырезают то, что, ну, не годится для плодоношения, что мешает растению нормально себя чувствовать. Все. Спасибо вам за внимание. Удачи в выращивании голубеки и хороших вам урожаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова